НЕДЕЛЯ О ФОМЕ ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ МИР ДАРУЕМ НАМ ИИСУСОМ ХРИСТОМ ФОМИНО НЕ ВЕРИЕ С первого дня воскресения Христова, когда Господь показался пред учениками своими, начинается ряд многих явлений Его ученикам в течение сорока дней. Чему учил Христос в это время учеников Своих? Он говорил с ними в это время о Царстве Божием, замечается в Священной книге «Деяния апостольских». О каком это Царстве говорилось? Под Царствием Божиим или Царствием Небесным, разумеется, будущее Царства славы. В котором блаженные духи и души людей праведных будут наслаждаться вечно блаженной жизнью. Но открытие сего Царствия, по свидетельству откровения Божественного, будет при конце сего видимого мира, после всеобщего суда, в отдаленном, хотя и никому неизвестном будущем. Между тем, Царствие Божие, об устроении которого Христос говорил теперь с учениками, должно было открыться в ближайшем времени. Сам Спаситель и так говорил об этом перед своими страданиями. Аминь, флаголю вам. Между учениками Христовыми ожидание этого Царства было столь сильно и живо, что они, при всяком благоприятном случае, думали, что настает время его открытия. Так после насыщения хлебами народ и ученики промышляли провозгласить Христа Царем. При торжественном входе в Иерусалим тоже они думали, и главным образом с этой мыслью кричали ему «Асанна». Что значит слава, спасение наше? После славного воскресения, когда надежда учеников на славное Царство Христово опять оживилась, они опять этого ожидали в скором времени. И потому во время одного явления его, сошедшись вокруг Христа, спрашивали не «Всее ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю?» Но Христос не о таком царстве говорил, которое было бы от мира сего. Как на суде пред Пилатом он превозвестил, что он на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине и владычествовать над умами человеческими. Так и теперь ученикам своим не внешнее господство обещал, но духовное. Говорил, что когда сойдет на них Святой Дух, они получат в его царстве владычественную силу провозвещать истину, и будут свидетели ему в Иерусалиме и даже до края земли. Итак, по Царствии Божьем, об устроении которого говорил Христос во время Своих сорокадневных явлений, разумеется, благодатное Царство или Церковь Христова, которая в видимом союзе христиан поддерживает свою жизнь и деятельность силы невидимых. видимого и нерушимого единения своего с Христом, как со своей единой главой, и одушевляется единым Духом Божиим, от которого ток благодати проявляется через видимое посредство священно действий церковных. Во время бесед с воскресшим Спасителем апостолы приняли от него все, что нужно было положить в основание устройства церковного. Сами, большей частью, ввели это устройство в общество христианских и недоконченное передали своим преемникам, архипастырем церковным. Это самое устройство по неизменному преданию апостольскому, записанному в писаниях святых отцов церкви и сохраняется в святой православной восточной церкви. Почему же Христос назвал свою церковь царством Божиим? Какое сходство между царством небесным и церковью земною? Это понять нетрудно. Небо есть царство света. Оттуда осеевает всю подсолнечную вещественный свет, проливая свои животворные лучи на все живущее. Оттуда же, от Бога, Отца Света, развивается свет истины и добра, исходит всякое даяние благое, мир, радость и совершенное утешение. Но для немощного человеческого естества до неба и до Бога окажется далеко. И вот по неизреченному снисхождению к немощи нашей высокий Господь призрел на нас с высоты Своей. Посмотрел то есть, сам приблизился к нам, открыв среди нас место селения славы Своей во Святой Церкви Христианской. Здесь, таким образом, по благости Божией, открыто для нас небо на земле, устроен на небеси подобное и жилище Божие, где через молитву и общение в таинствах мы входим в блаженное общение с Богом, приобретаем благодатный мир и радость о Духе Святом. В чем, по слову апостола, и состоит Царствие Божие, о котором мы просим в молитве Господней, говоря «Да придет Царствие Твое!» Церковь Христова есть столб и утверждение истины, есть богатая и нестащимая сокровищница благодатных даров, необходимых для спасения нашего. Благодать же истина в Церкви Иисуса Христом быть, и потому в ней ни то, ни другое не может прекратиться никогда. Когда Дух Святой, который по обетованию Спасителя пребывает в Церкви вовек, поддерживает Церковь так, что и врата ада не одолеют. Эта неизменность Церкви вполне может быть уподоблена Тверде Небесной, где все движется в стройном течении, направляемое силой всемогущего Творца. И твердыня Церкви Христовой ничем иным поддерживается, как силой Божества, основателем ее Господа нашего Иисуса Христа. Как это отрадно! Будем же верными членами Царства Божия, послушными чадами Церкви. В этом наше счастье и спасение. Разлучаясь со своими учениками, Господь наш Иисус Христос в своей прощальной беседе дал им такое утешительное завещание. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Неяко же мир дает. Аз даю вам. Явившись потом в первый раз по воскресенье своим апостолам, когда они страха ради иудейска собрались в запертой комнате, Христос приветствовал их также желанием мира. Мир вам, сказал он. Это приветствие Господь еще повторял при явлении Своем для уверения Фомы. Что же это за мир, который даровал Господь апостолам, а в лице его и всем Своим последователям? По человеческим понятиям мирно и счастливо могут жить только те, которые обеспечены достатком, пользуются почетом и властью, защищены от врага или хадеев. Но как могли наслаждаться миром апостолы и вообще все последователи Христовы, оставшиеся между иудеями и язычниками, как беззащитные овцы среди лютых волков, презренные, возненавиденные и гонимые? Между тем, на самом деле, как свидетельствует история христианской церкви, нигде не было такого мира и внутреннего довольства, как в обществе первых христиан, которые среди всех лишений и озлоблений считали себя счастливыми и блаженными, в нищете богатыми, в уничижении высокими, которые, будучи укоряемыми, благословляли, гонимые терпели, хулимые и почитаемые за отребия мира утешались, которые всегда радовались, когда они удостаивались за имя Иисуса Христа принимать побои и бесчестия, которые с невозмутимым успокойствием шли на казнь, терпели тяжкие истязания и мучения, и пред лицом самой смерти сияли таким светлым торжеством, что приводили в изумление самых озлобленных врагов своих. Что же это за сила, которая так укрепляла, воодушевляла и исполняла миром добра победных исповедников Христовых? Никакое человеческое геройство не в состоянии дать такой силы, какой обладали гонимые христиане, среди которых были не только мужи, но и слабые женщины, даже малые дети. Только одна высшая небесная благодать могла сообщать сверхъестественную силу Христовым последователям и осенять души их миром Божиим, превосходящим всякий ум. Очевидно, такой мир, даруемый нам от Бога, не устрояется земными средствами, не зависит от временного нашего положения и не возмущается переменами земного счастья. Это мир духовный, благодатный, получаемый только в Христе, через веру в Него, любовь и упование христианское. Христос — есть мир наш. Только оправдавшись верою, как свидетельствует апостол, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получали мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. Среди бед, напасей и треволнений настоящей нашей жизни, ежеминутно возмущаемой вихрем греховной суеты, кто бы из нас не пожелал для своей многовоздыхающей души такого благодатного мира, который мог бы успокоить вне скорби и печали, утолить жгучие страсти, смягчить и исцелить греховные раны души, отрезвить и сделать способными восприятию спасительных внушений веры и закона Божия. Вподлинно все мы желаем и ищем мира и счастья, но только ищем не там, где следует, ищем большей части в благах и удовольствиях земных, а не во Христе и не в благах Его Царствия, которые есть правда, мир и радость. О Духе Святом! Христос близь есть, Его Царство внутрь нас и есть, и мы к устроению своего душевного мира и для утоления жажды души нашей бродим по пустыне мира сего, отыскивая кладинцы сокрушенные и безводные, тогда как преснотекущий живоносный источник благодатных утешений всегда для всех нас открыт через Иисуса Христа в вере, любви и уповании христианском. Приступите к Нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся. Приближайтесь к Христу верой и любовью, и от Него получите все благопотребное для души вашей. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Приносите Христу сердечное покаяние, и Он, агнец Божий, вземляй грехи мира, снимет с вашей души тяжкое бремя греховное. Простит вам, и если будут грехи ваши, как багряные, как снег, уберю. Если будут красны, как пурпур, как волну, уберю. Возлюбите Господа, сыновней любовью, и эта божественная любовь направит вашу жизнь к благоугождению Богу. Верою и добрыми делами укрепит вас надеждой вечного спасения. Если случится в жизни вашей что-нибудь неприятное, какая-либо беда и напасть, если это станется, кому земная доля горькая, исполненная нужд к душе христианина, в помышлениях своих, основанной на вере, как на твердом камне, не приразится скорбь, не одолеет уныние или отчаяние, так как верующий христианин убежден, что скорбь терпение соделывает, а с непостыдной надеждой претерпевший же до конца той спасен будет. Итак, будем истинными христианами, верующими и исполняющими закон Христов, и станем причастниками благодатного мира, принесенного на землю Господом нашим Иисусом Христом. Мир мног любящим закон Господен. Когда Господь наш Иисус Христос явился своим ученикам в первый раз по воскресенье, прошедший к ним сквозь затворенные двери, они изумились этому явлению, думали, что видят призрак, доколе Господь вкушением пред ними пищи не убедил их, что он имел действительно осязаемое тело. Не бывший при этом апостол Фома не хотел верить в свидетельство своих товарищей, что они видели Господа, а желал сам своими чувствами убедиться в действительности воскресения Христова. Через восемь дней Господь опять явился для уверения Фомы, дозволил ему осязать свое плечистое тело и, убедив таким образом сомневавшегося апостола, дал всем своим последователям вечный урок веры. — Блажения не видевшие и уверовавшие, — сказал Господь. — Смысл этих слов тот, что веру не должно поставлять в знание, которое основывается на опыте и стремится проникнуть в сущность предмета, обнять его, возможно, полным разумением, уяснить законы и сделать очевидными причины тех или других непостижимых явлений. Вера должна усвоять в себе и все то, что мы не видим, чего не можем знать и понимать. Если веру заменим знанием, то от существенных догматов христианства ничего не останется. Хичливый разум человека отвергнет в нем все непонятное и чудесное, и вера разрушится. Предмет веры есть Бог, существо невидимое и непостижимое, и все домостроительство Божие, а спасение людей есть премудрость Божия, тайне сокровенная. Никакой ум и никакое знание не могут достигнуть высочайших, исповедание которых необходимо для нашего спасения. Недаром при созерцании сих истин святой апостол Павел восклицал о глубина богатства и премудрости и разума Божия, яко не испытаны судове его и не исследований путия его. Какой дерзновенный ум человеческий и решится измерить своими ничтожными силами эту глубину и высоту знания Божественного? Всякому смертному необходимо смириться пред тайнами Божественного откровения, покорить ум вере и утвердить все свои помышления сердечными на искреннем доверии свидетельству истинных Божественных Провозвестников Откровения, каковы пророки и апостолы, оставившие нам в богодухновенных книгах все необходимое для нашего религиозного научения, чтобы нам быть совершенными и на всякое дело благое уготованными. Необходимо всем с полной простотой и искренним доверием относиться к этому живому источнику нашего духовного просвещения и всякое наше недоумение рассеивать светом Слова Божия. Не суемудренно поднимаем мою голову, но уразумеваемого согласно с тем, как исповедуют и как изъясняют истины веры, святая церковь, первая и единственная хранительница Божественного Откровения. Всякое суемудрие в вере ведет к упорству неверия. Гордость ума человечества есть первый источник всех еретических заблуждений, во все времена волновавших и до ныне не оставляющих в покое Церковь Христову. Вера христианская, доверчивая и смиренно, принимаемая умом и искренно усвояемая сердцем, служит для христианина камнем спасения, на котором утверждаются все помышления его, упрочивается его внутренний мир и радость в Духе Святом. Для суемудренных же и гордых людей та же самая вера становится камнем преткновения и соблазна, о которой разбивается их душевный строй. И они погибают в буря сомнений и неверия. Не видим ли мы, как многие и в настоящее время уклоняются от простого послушания веры и вдаваясь суемудрия, впадают в самые странные и нелепые сектантские заблуждения, и, несмотря на очевидную неверность их, не хотят от них отказаться, но как бы нарочно закрывают глаза, чтобы не видеть света истины и веры. Затыкают уши, чтобы не слышать божественных глаголов веры, возвещаемых в Святом Писании и учении Церкви. В упорстве и неверии люди погибают по своей гордости. Пример этих несчастных, слепотствующих духом и осуждавших самих себя, бродить во тьме лжеучений и суеверий, должен служить для нас, православных христиан. В разумительным урокам не полагаться в деле веры на силы ума, но принять оной в послушание веры. Не вдаваться самонадеянно в дерзновенные попытки изъяснять непостижимое, но смиренно просить Господа, чтобы Он Сам вразумил нас, открыл наши умственные очи к уразумению чудес от закона своего. Рассеял мрак наших сомнений, помог нашему неверию. Со смиренной молитвой к Богу о вразумлении, в познании истин веры нам, христианам, необходимо соединять братское общение в союзе церковном и во всех недоумениях прибегать к пастырям и учителям церковным, которым самим Богом вверены словеса Божии и священно-действенное право учить вере и назидать в законе Божием. Без общения и руководительства церковного нельзя христианину сохранить свою веру чистой и непогрежденной. Кто думает сам собой достигнуть уразумения истин веры без руководительства и общения с церковью, тот показывает, что он еще не отложил свою гордость и потому не достоин божественной благодати и помощи к усвоению духовного просвещения в потребной для его спасения степени. О, если бы недоумевающиеся, колеблющиеся в вере, заблуждающиеся и упорствующие в суемудрии и неверии, решили сделать этот первый шаг, сынов, к нему общению с церковью для своего вразумления. Несомненно, милосердный Господь помог бы ему утвердиться на правом пути веры и озарил их светом своего разумения. Но, увы, по упорству неверия не хотят люди сделать этого спасительного шага и погибают. Об апостоле Фоме Некоторые богословы полагают, что у апостола Фомы была одна цель, которую он желал достичь. Пламенно любя Христа, он добивался доказательства его воскресения, чтобы вновь узреть Спасителя. Господь не отказал в этом своему преданному ученику. Он явился ему, предстал со словами ласкового укора. Блаженны невидевшие и уверовавшие. Святой Иоанн Златоуст пишет о том, что многие из нас хотели бы жить в то время, когда Господь ходил в сопровождении учеников своих по земле. Сопутствовать Ему, пребывать с Ним, служить Ему. И затем продолжает. И вы можете служить Христу. Можете пребывать с Ним и даже более, чем если бы вы видели Его воочию. Как? Если бы вы видели Христа, то могли бы служить ради тех великих чудес и милостей, которые изливал Он на окружавших Его. А если вы служите Христу в виде, в образе человека больного, нищего, страждущего, то вы служите Христу ради чистой заповеди и получите, быть может, даже большую нахраду. Он же говорит, что апостол Фома замедлил в своей вере, но затем опередил многих апостолов в ревности и усердии. Он проповедовал Евангелие в Аравии, в других странах Востока, на границе Китая и Южной Индии, где и был замучен. В его житии есть одно знаменательное повествование. Индийский царь поручил назвавшемуся искусным архитектором апостолу Фоме построить дворец, снабдив его большими средствами. Однако тот раздал царские сокровища нуждающимся. Узнав об этом, царь пришел в гнев, полагая, что апостол обобрал его и посмеялся над ним и велел заключить в темницу, чтобы впоследствии казнить его. Но брату царя в это время приснился сон. Он увидел дивный дворец, сделанный из драгоценных камней, такой красоты он никогда не видел на земле. Во сне он стал спрашивать, нельзя ли ему купить его. Ему же отвечали, что дворец этот построен не для него, а для царя. Кем? Апостолом Фомой. И в этом дворце царь будет жить вечно. Наутро брат стал просить царя исполнить его просьбу. — С тех пор, как ты стал царем, государь, я никогда ничем не обременял тебя, — говорил он. — Не откажи мне ныне. Индийский государь обещал с готовностью исполнить любое его пожелание, хотя бы и просил он половину царства. Но брат умолял отдать ему лишь построенный апостолом Фомой дворец. Царь оскорбился. — Этот человек обманул меня. Не хочешь ли ты вместе с ним посмеяться надо мной? Брат отвечал. — Нет, владыка. И рассказал ему о своем сне. После этого он предлагал вернуть царю все, что истратил апостол Фома, и приложить сверх того, только бы дворец был передан ему. Но, выслушав его, царь отвечал. — Нет, брат, все мои дворцы когда-нибудь обратятся в развалины. — А в этом, ты говоришь, я буду жить вечно. Я его не отдам и не продам никому. И тотчас повелел освободить апостола и одарил его новыми сокровищами для раздачи бедным. Своими добрыми делами на земле мы собираем сокровища на небесах, как бы строим себе там дом. Так должно быть. Но на самом деле, вместо того, мы чаще всего роем себе яму, тенный ров, какое-то болото, в котором и будем находиться в вечной жизни. Мы ублажаем святых и желаем себе их венцов, но не хотим подражать их подвигам. Или думаете, что они удостоились венцов даром, без трудов и скорбей? Угодно ли послушать, какое упокоение имели святые в жизни сей? Избиений выше, приидоша в милость их, лишений, скорбящие, озлобленни. Хочешь с ними вечно царствовать? Иди путем их. Иди к вечно. Устанавливайтесь.